В нашу армию на вооружение танков Т-90М «Прорыв» поступают новые управляемые ракеты «Сокол-В». Как известно, российские танки отличаются одним важным преимуществом от западных. Они бьют из ствола противотанковыми ракетами. Однако до сих пор точность таких ракет оставляла желать лучшего. Но теперь на вооружение нашего лучшего массового танка поступают высокоточные ракеты. Кстати, с вами Игорь Таланцев и это канал «Политика просто». Сокол-В – это серьезный довод в любом танковом сражении. Эти ракеты способны наносить удары по целям за пределами прямой видимости. И они сами наводятся на цель. Используется принцип «Выстрелил и забыл». На основе ракеты для танков вскоре будет создан ПТУР третьего поколения с тем же принципом. Но пока ракету используют Т-90. Ракета «Сокол-В», понятное дело, имеет калибр 125 мм. Она предназначена для пушек танков Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Ракета используется на западном полигоне для поражения танков, наземных целей и маловысотных объектов. То есть ракеты при желании можно ударить даже по вертолетам противника. Ракета наводится на цель инерциальной системой и головкой самонаведения. Также ее можно наводить по лазерному лучу. «Сокол-В» способен поражать объекты за пределами видимости. Также танк использует внешние целеуказания, например, получая данные от БПЛА. Благодаря противотанковым ракетам, Т-90М «Прорыв» сможет легко справляться с западными танками, вроде «Челленджеров» или «Леопардов». Дальность ракеты пока засекречена, но вряд ли она меньше 8 километров. То есть наши танки смогут обстреливать «Леопарды», оставаясь вне зоны их поражения. Ракета, скорее всего, обладает режимом «Кришебоя». Это означает, что она подходит к цели под углом 80 градусов, то есть почти АТС-на. Благодаря этому ракета обходит комплексы активной защиты бронетехники, коротко «КАС». Напомню, что «КАС» уничтожает снаряды на подлете, однако защита не работает против пикирующих снарядов. Осталось сказать, что новые танки Т-90М «Прорыв» с ракетами «Сокол-В» смогут остановить любые танки противника на нашем самом западном полигоне. Самое приятное, что новые ракеты можно использовать за пределами прямой видимости и по принципу «выпустил и забыл». Это существенно расширяет возможности наших танков и делает их еще более грозными машинами. Хорошо! Продолжение следует... Продолжение следует...